Всем привет. Думаю, так будет начинаться первое видео нашего уже блога. Видеоблога. На сегодня задача у меня доделать прицеп, почистить у змей. Сейчас выпустим кур вместе с вами. Заодно посмотрите на наш курятник, который я сам делал. Вот он, курятник. Ну, собственно, где дверь? Там у нас коридор и два отсека для кур. По крайней мере, так планировалось, когда строилось средний этот коридор для хранения кормов. Ну и там двери в разные отсеки. Хотя внутри можно перегородки убрать и сделать что-то более-менее единое. Вот. Сделал я его сам. Так называемые каркасные технологии. Окна даже сам стеклопакеты из дерева лепил. Наверху он с курешников делал. Но, правда, когда воробьи залетали, что-то веток натаскали и перьях, и решили не жить никто там из мальчик. Ну, наверное, потому что слишком открытое пространство, а люди здесь ходят слишком часто. Не суть. Здесь просторный вольер. Сколько он здесь? Наверное, метров шесть на три. Может, больше шести. С этой стороны тоже планировался вольер. То есть, здесь отсек для кур, здесь вольер. Здесь отсек для кур, здесь вольер. Так планировалось. Но потом мы завели кроликов. Пойдемте сразу туда пройдемся. И негде было ставить клетку. Поставили ее здесь, пока не было вот этого еще навеса. Огромную клетку я сделал для кроликов. Вот, по-моему, клетка Золотухина. У нее дно под углом назад, и там вдоль задней части сетка на полу. И большинство фекалий просто уходит за клетку. Я там поддоны специальные поставил. И периодически просто эти поддоны выгребал. Ну, пришли собаки. Пожрали у нас кроликов. Разорвали сетку. Рвут они. Такую сетку легко рвут. Рвут они легко вот такую. Это у нас два с половиной, по-моему, на полтора или как... А, два с половиной на пятьдесят вообще. Сетка эта сварная, довольно крепкая. Но собаки это все разорвали к чертям. Сожрали у нас часть кроликов сначала. Потом остальных пришли, дожрали. Рвут копают, что хочешь. Потом я сделал вот этот вот навес. И мы там поселили уже в этих же клетках морских свинок на лето. Получилось хорошо. Свинки отлично себя чувствовали. Там достаточно затененно и часть крыши из поликарбоната, чтобы все-таки был свет. Вот. Ну, для этого закончилось. Новские свинки переехали в помещение вместе с кромушками бункерными, которые висели на дверях. Поэтому в дверях такие пробелы. Это места для кромушек. Так, вернемся, собственно, к Кумену Курятнику. Вольер. Тоже все самодельное, кроме, конечно же, рабицы. Сверху накрыто. Потому что там у нас еще планировалась жизнь для белок. Но с белками у нас не пошло. Белка у нас одна. Самец. Ручной и все такое. Но он в феврале, у него начинается гон. Он дурной становится. Меня кусает, кусает кур. Поэтому мы его пока в клетке держим, а не в вольере. Кур мы уже выпускаем. Кстати, давайте выпустим, что они там томятся. Ну и также летом, пока белка, к примеру, жила у нас на выставке животных. Мы выставку в городе организовывали. Здесь у нас жили попугаи все лето. Большое пространство. Деревья внутри. Деревья еще и зеленеют летом. Вон там ветвей сколько наросло за это лето. Так, как бы вас тут не уронить. Куры. Выходите. Так, с палочкой подпелеть. Интересно, что некоторые куры прямо вот ручные и ручные. А некоторые настолько шальные и безумные, в плане паникерства, когда человек рядом, на потолок лезут. Вот это вот классное. Это почти все из них помеси черных китайских. Хотя частично чистокровные. Черных китайских и обычных яичных. Просто-напросто мы их держали в куче. И несколько лет подряд курица садилась на яйца, засиживала птенцов. А бывало, что мы инкубатор плали. Просто любопытно было, что получится. Ну, в самом деле, интересные получаются. Есть черные с хохолком. Это был пуховый белый петух. Есть вот эта вот пестренькая. Есть обычная пестрая. Ну, как обычная пестрая, но с хохолком. Получаются такие прикольные всякие. Петуха, он какой гребень интересный. Они живут, ну и куда вы пошли. Вам не сюда. Давайте на выход. Давайте, давайте, давайте. На выход, на выход. Все, гуляем. Сейчас воды принесу. Вот тут они у нас гуляют весь день. На ночь пока закрываю, ночами у нас морозы. Плюс еще последние дни. Дмитрище безумный. Возмущается. Ну, пойдем глянем, что у нас внутри. Добро показать ноу-хау свою. Это крыльцо вот это на цепях. То есть цепи перекидываются на вон те крюки. И крыльцо складывается так, чтобы можно было спокойно ходить. Ну вот, сколько уже второй год. И поотрывалось нафиг, разломалось все это крыльцо. Можно будет либо переделывать что-то попроще делать, либо просто что-то заново сделать. Тут у нас зимний вариант. Висит еще одеяло. Так, а у нас... Засрато немножко. Корма хранятся немного не на местах. Бак с водой и шланг уходит туда куром. Подогрев на зиму, на всякий случай, стоит на датчике, господи, терморегулятор. Там ставил. Вот эта вот плита каменная, она у нас стоит возле приточки воздуха, чтобы обогревать в приходящий воздух. Зимой особенно. Здесь сейчас у нас сантиметров 25, наверное, большой слой эпилок с фекалиями накопленных за зиму. Они хорошо греют первые месяцы, пока не самый дувак зимой. Там прям градусов под 40 внутри. Вот. Когда, конечно, морозы стучат уже под 25-35, тогда все там, конечно же, жизнь умирает и все живет на вот этом обогревателе. Ну, а как морозы слабевают, снова начинает греться вот это дело. Ну и расходы по электричеству уменьшаются. Вот это у меня кормушка. Тут часть, где куры едят, уже фекалии, блин, тоже накидали. Сранки надо вычищать. Ну, а здесь бункерная часть. Сюда засыпаю комбикорм, овес, ну и различные витамины. Кальций, ракушечник, все в кучу туда засыпаю. Нормально, куры едят. Сюда влезает мешка полтора в эту кормушку. Вот такая раскоряка, на которой они ночуют. И тут они, ничего себе, уже нанесли яиц за два дня. Ну, сейчас холодно довольно, потому что я понизил теперь трусь здесь, чтобы она более-менее соответствовала той, что на улице. Ну, а на улице у нас максимум плюс 10, это сегодня. А вообще обычно плюс два, плюс четыре. Поэтому здесь в помещении я поставил от двух до пяти градусов, чтобы контролировалась температура. свет. Это свет. Временку я кидал. Я его уберу, он включается здесь с тем, что у меня там включился в предбаннике. Это он здесь ни к чему. А вот эта лампочка, она включается по реле времени обычному бытовому. Тоже там в переходе. Вентилятор тоже пока висит как попало. Его вообще он должен висеть на улице снаружи и вытягивать воздух отсюда. Но у меня здесь просто-напросто временно жили крысы, стояли стеллажи, а куры жили в соседнем отсеке. Поэтому я здесь так ставил вентилятор. Ну, достаточно мощный. Тянет прям довольно мощно, а здесь хорошо. Есть чем дышать. Когда стоял обычный бытовой такой стенку встраивается, но он не тянул. Много слишком влажности скапливается, дышать нечем, вонище появляется. Нужно все-таки вытяжку прям помощнее и так, чтобы была приточная вентиляция. Тепло, конечно, будет вытягивать, но засасывать лучше где-нибудь снизу воздух, чтобы максимально холодный воздух уходил. Думаю, все будет хорошо. Ну, есть, конечно, и доработки. Вот, собственно, та самая шланг приходит, вода висит поилка. Здесь они пьют. Но я им все равно периодически наливаю на улице в кастрюлю, потому что многие куры буквально весь день гуляют, гуляют, сюда не заходят. Вот, поэтому гуляют голодные, без воды, заходят туда иду вожать быстрее. Будто кто-то им мешал раньше зайти. Вот такие у них странности. Так же здесь же белка раньше. Вот эта вот отделка деревяшками. У меня залков никаких не было. Провода, защищенные деревяшками, были. Сейчас все это висит, как попало. Ну, потому что вот это тоже было дерево. Но белки сейчас нету, поэтому я так пока оставил. Здесь были прям такие по стенам куски дерева, ветки. И там вот на тех креплениях металлических были домики для белки. Там домик был и там домик был. А эта раскоряка стояла здесь, где куры ночевали. Тут у нас второй отсек. Здесь у меня и куры жили, и временно жили амадины различные с попугайчиками волнистыми. Пока их не выкупили у нас. То есть мы закрыли выставку животных и переселили мелких птичек сюда. До покупки их, так сказать, до продажи. Они здесь временно жили. Потом я сюда их переселил уже после птичек. Кур, когда в тот отсек переехали крысы. И белку, пока белка не начал кусать кур мне. А вот здесь вот любил ночевать белка. Там, возможно, еще заначка орехов осталась. Нет. Там он только спал. А заначка вот она. Вообще белки используют всегда несколько домов. Часть из них используют как хранилище. Отаскал, даже паилку птичью припер сюда. Чудик. А в одном спят. То есть там еды нигде нет заныкано. А заныкано здесь, здесь и наверняка повсюду закопано по углам. Но от этого никуда не деться. Чудик такой. Я потом, когда выгребаю вот это все дело, нахожу орехи. Вот такие дела. То есть куры это довольно просто. Бункерная кормушка. Поилка вот этот бак. Ну, конечно же, лучше поаккуратнее. Не шланчики вот эти. А полипропилоленовые трубы я, наверное, провожу в новом месте, где мы будем жить. Ну, в курятнике. И вообще никаких проблем. Залил воды им на неделю. Засыпал им полтора мешка корма. А то и больше. Никакие проблемы никаких. Их можно оставить без присмотра на некоторое время. Только яйца забирай. Вот. Все-таки это причина, почему мы взялись заниматься. Ну, как взялись, еще не взялись. Мы планируем заниматься птицей. А не какими-нибудь козами, коровами. Потому что они гораздо более продуктивные. Но их гораздо больше времени требует. Вот. Козу, корову нужно доить два раза в день. Обязательно от этого никуда не денешься. Вот. А если тебе нужно куда-то выехать пару дней, а то и, может, на недельку, то это не бросишь. Близко всему у нас и других животных полно, которые тоже требуют внимания. А ну и на себя еще время хочется какое-то тратить. Так что... Нет. Коровы нет. Хотя, если прям сильно прижмет кризис, не будет средств и прочее. Да, коровы это выход, когда придется заводить. Ну, у меня за спиной вот он, прицеп. Его я, наверное, уже буду обозревать в отдельном видеоролике. То, какой он сам по себе идет с завода. И что я с ним делаю. Почему он разобран. Медведица. Кайфушечки, да? Это Рада. Огромная, красивая собака. Она выглядит, как лабрадор, размером с голобая. Да. И добродушная, как лабрадор. Только характер меланхоличный. Собака, найденная практически лысой. На помойке. Лысая была, потому что жрала. Ну что, нашла. А у нее аллергия на все подряд. Поэтому высела. Вот. У нас уже живет несколько лет. Громадина. Уже старушка. Да. Малеешь на солнышке. Остается жить с родителями здесь. Это уже следующий день. Небольшая вставка. Опять будет болтовня. Ну, такое начало. Объясняем, кто мы, что мы и почему мы. Ну, кстати, пока я возле курятника. То, что вчера не показал, не рассказал. Он у нас стоит на винтовых сваях. Весь приподнят. Нигде нету путей подхода. Это сделано от грызунов. Сделано удачно, конечно. Подходов грызунов к грызунам нет. Но все-таки прошлую осень по мостку какая-то мышь внутрь пробралась. Да не какая-то. Знаю какая. Ползимы мы ее ловили. Все-таки едва выловили. А так больше посягательств не было. Шебутные половины кур молодые. Петухов несколько штук лишние есть. Возьмем, наверное, с собой кого-нибудь из них. Ну и в завершении видео о названии нашего канала. Дело в том, что название именно отображает наш путь от нашего нынешнего дома до того, куда мы двигаемся. До нашего леса. От дома до леса. Он был довольно длительный. Мы больше чем полгода думали, чем себя занять. Потому что у нас была выставка животных. Ее пришлось закрыть. И дальше решать, что делать. Искали землю куда податься. Брали дальневосточный гектар. Но не повезло. Как сказать не повезло. Все через жопу делается. И нет же никаких четких инструкций, где, на какой земле, что можно делать. Как сказать. Они есть, если их искать. Но мы по незнайке взяли землю, на которой нельзя практически ничего делать. Из тех целей, что мы хотели бы реализовать. Ну и так вот совершенно случайно сначала пришли к мысли, что не посмотреть ли бы нам на западе что-нибудь. И также совершенно случайно наткнулись на земельный участок в 20 гектар. Связались с человеком. Купили их. Человек нам еще попутно рассказывал, что у него есть еще один участок 36 гектар. Возьмите их. Ну зачем нам столько? Много земли. Мы его нафиг взяли за 20 гектар. А после уже... Тоже заранее не подумывали взяли. А после уже прикинули, посмотрели, что второй-то участок, он к деревне ближе, но располагается буквально по границе деревни. А это решает некоторые проблемы с проведением электричества, с регистрацией, если выделить кусочек какой-то под строение дома. Это гораздо лучше и проще. Поэтому мы взяли и второй участок в эти 36 гектар. Теперь у нас 56 гектар. Даже 57, потому что в центре участка на 36 гектар есть полянки, которые выделены в отдельные участки. И у нас... Мы нашли хозяев. Нам помог также продавец этих двух участков. Помог найти хозяина, хозяйку, девушку этих полянок. И она нам их тоже продала. Поэтому суммарно у нас теперь 57 гектар. Полянки как раз мы эти будем использовать в центре как раз нашего леса для строения полезных и нужных нам. Таким вот образом, мы стали землевладельцами, лесовладельцами. И теперь предстоит лишь проделать этот путь от дома до леса. И всего через какой-то месяц мы будем начинать эти видеоролики с прогулки от уже тамошнего дома до нашего леса. ёлка Субтитры подогнал «Симон»